У меня есть фильм о том, как я обрезала юбку и мы ее поставили на укоренение. Видно, что у нее уже очень хорошие корешки пошли. Обрезала я юбку вот отсюда. Пока никаких изменений нет. Она еще спит. Еще никаких ростков не дала. Ну а вот этот, конечно, наш черенок замечательно пошел. Сейчас я его освобожу от плена в этой банке. Сколько месяцев он находился в таком состоянии. Аккуратненько достать, чтобы не обломать корм. Вот какие замечательные корешки. Здесь уже даже подгнили. Так что мы вовремя. Сегодня хороший день для пересадки по лунному календарю. Поэтому сегодня займемся пересадкой. А вот так будет как раз замечательно в этом горшке. Оно состоит из двух емкостей и имеет вот такие подставки. Поэтому вся вода, которая стекает, видна замечательно вот в этом окошечке. Если выше нормы, то уже стоит выливать. А если ниже, растениям все равно хорошо. Для подкормки решили сюда кинуть ему и шкурки банана. Вот так. Ну и сейчас немножко добавлю земли и тому же само растение. Для грунта воспользуемся универсальным субстратом. Возьмем вот такой песок и землю дерновую. Вот части. Берем субстрата универсального. Одну часть песка и одну часть дерновой почвы. Итак, одна часть песка, одна часть дерновой земли и две части хорошего, богатого субстрата. Теперь надо все перемешать. Субстрат готов. Выглядит он вот так, довольно-таки хороший, специально сделанный для юбки. Хотя юбка и пустынное растение, но оно тропическое растение. Поэтому все-таки ей нужен более хороший грунт, который мы приготовили. Берем горшок. Здесь у нас, как я показывала, пенопласт и лепешка коровля. На дно я выкладываю немного грунта, чтобы прикрыть пенопласт. И теперь попробуем нашу юбку поставить. Вот видно, что корешки разложены в разные стороны. Я ее слегка на весу держу. Вот поправляю этот корешок и полностью засыпаю. По мере насыпания грунта надо слегка-слегка утрамбовывать, чтобы она у нас там уже не качалась. Видите? Вот так. Грунта приготовили сколько надо. Для мульчирования можно использовать шишки, гальку, а можно посадить сюда тридисканцию, гликсину, то есть то растение, которое вам нравится. Но перед этим надо поставить в воду, чтобы напиталось. Освободили от верхнего горшка и ставим для напитывания. И оставим, пока напитается. Выглядит она вот так. Сегодня 29-я. Она у нас немножко была искривлена с самого начала, поэтому вот так. И на это не надо обращать внимание, солнце обожгло очень листья, вынесли на улицу и растение стояло на улице. Ну и все. Вот так теперь оставим юку опять на улице и наблюдать за растением. Самое приятное, что корешки у юки замечательные. Ну и вот посажена тридисканция. Хозяйка растения добавляет немного коры для мульчирования. Ну и вот юка приобрела новый дом и соседство тридисканция. И так все, юка будет расти. Тридисканция.